Приветствуем вас на канале Istanbul Dream City. Если вам нравятся наши видео, не забудьте поддержать наш канал своими лайками и подпиской. Мы продолжаем наш рассказ об образовании, рассвете и упадке Османской империи, основанном на истории правления султанов. Вновь наши пути привели нас в первую столицу Османской империи, в город Бурсу. Мы посетим место захоронения 6-го султана Османской империи, Мурада II, мечети-комплекс, носящих его имя, а также отправимся с вами в Идирны и посетим некоторые комплексы, построенные Мурадом II. И именно о Мураде II и пойдет сегодня у нас речь. Хочу напомнить, что несколько месяцев назад один из подписчиков задал нам вопрос, почему нынешняя Турция имеет меньшую территорию, чем была во времена Османской империи и почему земли были потеряны. Для того, чтобы детально рассказать об этом, мы и начали серию публикаций управлений всех султанов Османской империи. Мы рассказываем вам, как происходили события в период правления Османской династии, вплоть до упразднения султаната, а вы сами сможете сделать выводы, почему земли были потеряны и что стало тому причиной. Мы с вами подошли к самому интересному периоду развития Османской империи и все ближе приближаемся к пику рассвета Османской империи, периода правления Сулеймана Великолепного. Мурад II приходится Сулейману прапрадедам, но давайте обо всем по порядку. Итак, Мурад II был сыном Мехмеда I и, вероятнее всего, Эмине Хатун, в очереди правителя Бейлика Дулкадыр Оуллары, родился в 1404 году. О том, кто на самом деле был матерью Мурада II, историки не пришли к единому мнению. Но все-таки большая часть историков придерживается мнения, что именно Эмине Хатун была матерью Мурада II. К сожалению, достоверных данных о ней практически нет, но, вероятнее всего, она так и не увидела правление своего сына, поскольку покинула этот мир до того, как Мурад II стал султаном. О детстве Мурада II мало что известно, но, конечно же, как положено, Шехзаде он получал образование и воспитание. И уже в возрасте 12 лет был отправлен в Санжак. Какими именно Санжаком управлял тогда еще Шехзаде Мурад, историки спорят до сих пор. Среди версий – провинция Рум, Амасья или Маниса. А вот насчет наставника или лалы Шехзаде Мурада данные сохранились. Им стал Боязид Паша, тот самый, который годами ранее спас жизнь отцу Мурада II, Мехмеду I, вытащив его с поля боя в битве при Анкаре. Об этой истории мы рассказывали в наших предыдущих видео этой серии. Не успев стать Санжакбием, Шехзаде Мурад был отправлен на подавление восстания лже-мустафы, выдававшего себя за брата Мехмеда I, то есть дядю Мурада II. Ну вот тут вы скажете, ну какое подавление восстания? Шехзаде Мураду же было всего 12 лет, и будете правы, но только взрослели в то время очень быстро. Естественно, Шехзаде Мурад был направлен не один. Для этого у него был его лала Боязид Паша. Восстание подавили, причастные были казнены. Имя Мустафа станет для Мурада II впоследствии своеобразным ночным кошмаром, поскольку это было далеко не последнее восстание лже-мустафы. Позже, при поддержке брата своего Лалы, а также Бейлер-Бея Румелии, Шехзаде Мурад был направлен в Самсун, часть которого ранее уже была завоевана его отцом, а оставшуюся часть заевоевал Шехзаде Мурад. Мурад не был единственным сыном своего отца. На момент смерти Мехмеда I в живых было четверо его Шехзаде – Мурад, Мустафа, Махмуд и Юсуф. В то время им было 17, 13, 8 и 7 лет соответственно. Напомню, что на смертном адре Мехмед I позвал своего верного Боязида Пашу, и Ваза Пашу, и Чандарлы Ибрагима Пашу. Понимая, что никогда уже не встанет на ноги, Белел срочно отправить весть своему старшему сыну Мураду. А если он умрет до того, как Мурад прибудет, то скрыть его смерть, чтобы в империи не началось восстание и война между братьями. Ведь Мехмед I прекрасно помнил, как он взошел на трон и какой может быть война с братьями. Шехзаде Мурад прибыл в Эдирне только через 42 дня после смерти Мехмеда I. Все это время смерть султана скрывали. Это было впервые в истории империи, но, как мы знаем, далеко не в последний раз, когда смерть султанов скрывали. Есть несколько версий о завещании Мехмеда I. Согласно одной из них, он хотел разделить империю между двумя сыновьями – Мурадом и Мустафой, а двух младших сыновей велел отправить в Константинополь и платить за их содержание. Думаю, маловероятно, что Мехмед I хотел разделить империю, учитывая то, как он сам пришел к власти и как ее восстанавливал. По второй версии, ее, кстати, упоминает и Неджет Сакаолу. В своей последней воле Мехмед I говорил о том, что его сыновья Мустафа, Махмуд и Юсуф должны были быть отправлены в Константинополь во избежание политического убийства со стороны Мурада II, и что договоренность с Византией в этом вопросе достигнута. А новый султан Османской империи Мурад II должен был платить Византии финансовую компенсацию за содержание своих братьев. Было или нет на самом деле такое завещание уже значения не имеет, поскольку Мурад II, став султаном Османской империи, распорядился судьбой братьев по-другому. Махмуда и Юсуфа Мурад II отправил в ссылку. Предположительно, они были ослеплены. Посланникам из Византии было сообщено, что завещание отца Мурад II выполнять не намерен. А вот шехзаде Мустафа в это время находился в своем санджаке и совершенно не собирался признавать брата султаном. Эта история имеет свое продолжение и без восстания тут не обошлось, но к ней мы вернемся чуть позже. А пока что давайте вновь вернемся к дяде Мурада II Мустафе. После того, как византийцы получили весть о том, что завещание Мехмеда I не будет выполнено и своего рода заложников, гарантов мира они не получат, Византия приняла решение освободить из заключения дядю Мурада II шехзаде Мустафу. Напомню, по одной из версий, брат Мехмеда I после неудачного восстания бежал в Византию, с которой Мехмед I договорился, ну, в смысле осаждал город до тех пор, пока они не согласились на его условия о пожизненном содержании Мустафы в плену и даже платил за это Византии. А вот после отказа Мурада II передавать братьев и платить за дядю содержание, его освободили. На этот раз у Мустафы была и поддержка, ведь для Византии он казался более удобным правителем, а Мурад II был слишком юн и амбициозен, что вызывало у Византии определенные волнения. Встреча армии Мустафы и Мурада II под предводительством Лалы Боязида Паши и его брата состоялась недалеко от Эдирны. Битвы, как таковой, не произошло, поскольку большая часть армии Мурада II приняла сторону Мустафы. Сам же Боязид Паша вместе с братом попали в плен, где и были казнены, но не Мустафой, а его визирем, Джунейдом, имевшим свои личные счеты с Боязидом Пашой. Так территории Эдирны и Галеополе перешли без боя к Мустафе, но долгой радости не было места, поскольку Византия тут же напомнила Мустафе, что Галеополе он должен передать Византии по их соглашению. Но власть, она такая непредсказуемая. Как думаете, Мустафа согласился? Нет, конечно, и землю Византии не отдал. Договариваться с Мустафой Византия не стала, решив отправить своих послов к Мураду II с предложением помощи в переброске армии Мурада II в Европу, а взамен Мурад II должен был отдать двух братьев и Галеополе. Но и тут договор не состоялся. Мурад II отказал византийским послам, но, конечно же, не просто так, ведь у Мурада II уже был договор с Джованни Адароне, генуэзским губернатором Новой Факеи, который предложил и суда для переброски армии, и дополнительно солдат. Когда эта новость дошла до Мустафы, как вы понимаете, радости ему не принесла. И по совету своего визиря, кстати, в плену и в Византии они были вместе, он решил первым отправиться в Анатолию. Уже в следующем году план начали воплощать в реальность. Согласно записям современника, историка Дуки, личного секретаря Джованни Адорна, армия Мустафы была настолько большой, что для ее переброски потребовалось три дня. От второй выдвинулся навстречу с войском Мустафы, но на этот раз сыграл с ним по его правилам. Еще до этих событий Мурат второй отправил письма всем сторонникам Мустафы, пообещав им должности и земли за признание Мурата второго султаном и отказа от поддержки Мустафы. Как думаете, успешно? Ну, конечно же, да! Удалось договориться и с визирем Мустафы, который бросил его и приехал в Измир. Мустафе не оставалось ничего, кроме бегства. Что он и сделал. Джованни Адорона, согласно договоренности с Муратом вторым, предоставил суда, который и использовали в преследовании Мустафы. В конечном итоге Мустафа был схвачен и казнен в Эдирне, как самый обычный преступник. Так Мурат второй решил показать всем, что Мустафа не был членом династии, а являлся самозванцем. Восстание же получило название Лже-Мустафы. Закончив эту долго играющую историю с восстаниями Лже-Мустафы, Мурат второй обратил свой зор на византийцев. Для него именно Византия являлась причиной всех этих восстаний и мириться с этим Мурат второй не собирался, что и логично. Византийский император, понимая, что пахнет, так сказать, жареным, быстро направил к Мураду второму послов. Слушать их Мурат второй даже не стал. Все они были брошены в тюрьму. Позже их освободили и отправили с вестью о том, что Мурат второй намерен осадить Константинополь. Уже в июне 1422 года началась осада и разграбление окрестностей Константинополя. А в августе состоялся безуспешный штурм в Константинополе. Этот штурм был изначально обречен, ведь не имея достаточной артиллерии и флота, шансов на захват Константинополя не было. В итоге армия Мурада второго лишь понесла огромные потери. Но гнев застилает глаза. И сдаваться просто так Мурат второй не собирался. А Византия это прекрасно понимала и решила договориться с братом Мурада второго, Шехзаде Мустафой. Историки назвали его Кючук Мустафа, чтобы не путать с восстанием лже Мустафы. Как думаете, договорилась Византия с Кючук Мустафой? Ну, конечно же договорилась. И он предъявил свои права на трон. Естественно, у Кючук Мустафы были сторонники и сподвижники среди анатолийских беев, ведь он некоторое время был в должности Сан-Джакбея. Мураду второму пришлось снять осаду Константинополя и заниматься подавлением очередного восстания. Но действовать он решил тем же путем, что и ранее. Подкуп и договоренности привели к тому, что Кючук Мустафа остался без армии и поддержки и был схвачен в феврале 1423 года и казнен. Так, Мурад второй остался единственным представителем династии, ну, конечно, не считая его детей и полноправным султаном. Но история была незавершенной, поскольку Джунейд, визирь Лже-Мустафы, все еще был на свободе, а взамен за предательство в свое время он получил в управление Айдын. Вот только согласно договору, Джунейд должен был передать Мураду второму в заложники своего сына, что, естественно, выполнено не было. И, закончив все разбирательства с восстаниями, Мурад второй потребовал от Джунейда выполнение условий договора, на что получил отказ. Мурад второй разбираться долго не стал и направил армию. В итоге Джунейд был схвачен и убит, а должность Бейлер-Бея Айдына перешла к Халиль Яхши, который эту армию и возглавлял. В 1425 году венецианцы заявляют, что у них в плену находится дядя Мурада второго, Мустафа. Думаю, Мурад точно стал недолюбливать это имя, и снова история лжемустафы становится насущной проблемой. Так и началась война между османами и венецианцами, которая закончится в 1430 году захватом Мурадом II Солоник. В этой войне Византия поддерживала венецианцев, а уже в 1439 году была вынуждена подписать с Мурадом II мирный договор, согласиться с выплатой даний и вернуть почти все территории, перешедшие к ним после 1402 года, то есть после поражения и пленения Боязида I. Уже к 1439 году Мураду II удалось вернуть балканские владения времен Боязида I, потерянные османами на более чем 30 лет в 1402 году. Нарастающая мощь Османской империи не давала покоя Риму, и папа начал призывать к войне с османами. Естественно, ему не просто так взгрустнулось, ведь армия Мурада II нападала на Венгрию, Трансильванию, ну в общем, не давал Мурад II спокойно жить в Европе. Несмотря на то, что многие набеги и осады были безуспешными, тревога среди европейцев нарастала. Оказанные успешные сопротивления османам со стороны Яноша Хуньяди еще больше укрепили мнение о необходимости крестового похода. В 1443 году против Османской империи выступили Священная Римская империя, Польша, Венгрия, Трансильвания, Валахия, Сербия. Кстати, Мурад II был женат на дочери правителя Сербии Мария Бранкович. Босния, Болгария, Албания имели они поддержку из Анатолии со стороны правителя Бейлика Караманидов. Битва состоялась при нише. Армия Мурада II понесла большие потери и начала отступление. Это не особо помогло. В итоге армия Мурада II была разгромлена, а крестоносцы решили продвигаться дальше в сторону Эдирны. В битве при Куновице, помимо прочих плененных, был и Махмуд Бей, зять династии. Его супругой была сестра Мурада II. По одной из версий, сестра Мурада II обратилась к нему с просьбой освободить супруга из плена, в связи с чем Мурад II начал подготовку к заключению мирного договора. По второй версии, причиной спешки Мурада II в заключении мирного договора стали нарастающие волнения в Анатолии со стороны правителя Бейлика Караманидов. И Мураду II нужно было максимально быстро вернуться в Анатолию. Какая из версий Бория реальна или оба события совпали, уже не имеет значения. Результатом стала подготовка к мирному договору. При содействии своей супруги Мары Бранкович, Мурад II направил к ее отцу послов, пообещав ему определенное содействие в восстановлении Сербии после разрушений. Мурад II просил своего тестя стать посредником в заключении мирного договора. Георгий Бранкович согласился на условия Мурада II и при его содействии был подписан Сегетский мирный договор, на основании которого Мурад II выплачивал тестю компенсацию, возвращал ему Сербию и возвращал из плена его сыновей. Воевода в Аллахии Влад Дракул передавал в качестве заложников Мураду II своих сыновей, Влада и Раду, и продолжал платить дань, появляться на территории Османской империи ему было запрещено. Кстати, Влад уже через 4 года вернется и станет Владом Третьим Цепишем, а вот его брат Раду на долгие годы останется в Османской империи, вернется в Аллахию Раду гораздо позже, уже во время правления Мехмеда II. Правитель княжества Кастреотти по Сегетскому договору получал свои земли обратно. Албания становилась подконтрольной Венгрией, которая обязалась не трогать Османскую часть Болгарии и не пересекать Дунай. Ну и о просьбе сестры Мурад II не забыл, ее супруг был освобожден за выкуп. Заключив договор, Мурад II обратил свое внимание на проблемы Анатолии. Еще в 1425 году Мурад II восстановил владения в Анатолии, потерянные Османами после пленения Боязида I. Но оставался один велик, не желающий подчиниться султану. Это был велик Караман. Даже несмотря на то, что сам правитель Карамана Ибрагим и его брат Иса были женаты на дочерях Мурада II, и сам Мурад II ранее оказывал поддержку Ибрагиму в борьбе за власть, Ибрагим не особо стремился подчиниться своему тестю. Ибрагим постоянно воевал с Мурадом II, заключал договор и снова его нарушал. Воспользовавшись тем, что Мурад II занят войной с Европой, Ибрагим напал на Османские земли. Подписав мирный договор, Мурад II вернулся к проблеме Ибрагима, разбил его войско, заложниками султана стали сыновья Ибрагима, а сам Ибрагим становился вассалом. Ибрагим не был казнен, хотя его поступки вполне могли привести его к казни. По одной версии, опять же, дочь Мурада II попросила отца не делать этого. По второй версии, не до Ибрагима Мураду II было, поскольку венгры, не успев подписать мирный договор, тут же его и нарушили. И в 1444 году вторглись на Османские земли. Вот тут, наверное, самое время отвлечься от военных событий Мурада II и обратить внимание на гарем и наследников Мурада II, поскольку к этому времени дети Мурада II выросли, и дальше их влияние на события в Османской империи будут очень значительными. Итак, у Мурада II было 7 фавориток, о которых есть хоть какая-то информация. Первой супругой Мурада II стала дочь правителя Белика Дулкадыр-Оулары Алимэ-Хатун. Следующей супругой стала дочь правителя Джандар-Оулары Алимэ-Хатун. Третьей супругой стала дочь Амасиалы Махмуд-Шахбея Ени-Хатун. По некоторым версиям, она была супругой не Мурада II, а его сына. Следующей фавориткой Мурада II стала Хюма-Хатун. Она являлась рабыней и не была супругой султана. Следующей супругой стала Хатидже Халимэ Таджун-Нисахатун. Она была дочерью правителя Белика Дулкадыр-Оулары. Следующей супругой Мурада II стала дочь правителя Сербии Мара Бранкович. У Мары не было детей, она, кстати, не принимала ислам. У ее роли в подписании мирного договора мы упоминали ранее. Седьмой супругой Мурада II стала Хунди-Хатун. Вероятнее всего, она была турчанкой, стала молочной матерью Мехмеда II. По некоторым данным, была также его няней и занималась воспитанием Шехзаде. По различным сведениям, у Мурада II было не менее 10 шехзаде и 6 султанж. Шехзаде Ахмед, мать неизвестна. Любимый сын Мурада II, Алладдин Али, его матерью была Хунди-Хатун. О смерти этого Шехзаде есть две версии. По одной, Мурад II сам казнил сына. По второй, наиболее распространенной, Шехзаде скоропостижно скончался и причины его смерти не установлены. Шехзаде Мехмед, в будущем Мехмед II, мать Хюма-Хатун. Шехзаде из Фандяр, Хюсейн, Орхан, Хасан, Сельчук и Юсуф, матери их неизвестны. Еще один Шехзаде Ахмед, его матерью была Хатидже Халиме Таджун Ниса-Хатун. Информации о дочерях Мурада II практически нет, за исключением одной из них, Фатьмы Султан, которая была замужем за Лолой Мехмеда II. Еще были Хатидже, Шехзаде, Эрхунди Султан и две Султанши, чьи имена неизвестны. Все они были, как и Фатьма Султан, в политических браках, выгодных для династии. Но давайте вернемся к Сегетскому мирному договору. После его подписания, в надежде, что гарантии на мирное будущее есть, Мурад II отрекается от престола в пользу своего 12-летнего сына Шехзаде Мехмеда. Это решение окутано легендами и предсказаниями. На них мы и остановимся. Мурад II был достаточно набожным, и бремя султаната его тяготило, именно поэтому он отрекся от трона, считают историки. Но есть легенда о шейхе Хаджи Байраме Вили, которая гласит о том, что Мураду II не давал покоя Константинополь, и он никак не мог придумать, как же все-таки захватить этот город, и поделился этими мыслями с Хаджи Байрамом Вили. На что шейх ответил ему, что османы завоюют Константинополь, но не Мурад II, не сам шейх этого не увидят, а завоевателем станет сын Мурада II, который еще не родился. На то время у Мурада II были уже шейхзаде, а следующим его сыном после этого предсказания и стал как раз Фатих Мехмед II. Есть также и продолжение этой легенды, что в ночь перед рождением Мехмеда Мурад II читал Коран, и как только он приступил к суре Аль-Фатх, что означает в переводе «победа», ему сообщили радостную новость о рождении шейхзаде. Согласно этой легенде, Мурад II настолько хотел увидеть, как падет Константинополь, что и принял решение отречься от трона в пользу предстоящего завоевателя Константинополя. После отречения от трона Мурад II оставил советников для Мехмеда II. Ими стали Чандарлы Халиль-Паша и Хюсрев Моуллу, а сам Мурад II отбыл в Манису. Но вероятнее и добраться туда не успел, как армия крестоносцев, нарушив Сегетский договор, напала на земли Османской империи. Халиль-Паша обратился к Мураду II с просьбой вернуться и стать во главе армии, что Мурад II и сделал. Но при этом Мехмед II оставался султаном. Битва при Варне 1444 года закончилась блестящей победой османского войска, после чего Мурад II отправился таки в Манису. Но даже несмотря на то, что османы победили, их уязвимость для Европы была четко видна. Да еще и на троне юный и неопытный султан Мехмед II. В период с 1444 по 1446 годы Мехмед II выполнял роль султана под руководством советников, которых оставил ему отец. Но между визирями государства начал нарастать конфликт, поскольку не было единого мнения среди пашей времен Мурада II и тех, кого назначил Мехмед II. 14-летнему Мехмеду было не под силу решить эту ситуацию, и в 1446 году Халиль Паша, используя в качестве повода восстания Янычар и волнения в Албании, обратился к Мураду II с просьбой вернуться к управлению империей. Так, в 1446 году Мурад II вновь стал султаном Османской империи, а уже в конце 1446 года он захватил Морею. В 1447 году Мурад II пытался подавить волнение в Албании, осаждал Крую, но осаду пришлось снять, поскольку пришла весть о том, что Янаш Хюниади, с трудом избежавшей смерти в битве при Варне, вторгся на территорию Сербии. Мурад II развернул войско и направился навстречу Янашу Хюниади. Войска встретились у Косова, в том самом месте, где войско прадеда Мурада II одержало победу. Сам прадед Мурад I погиб, а дед Мурада II Боязид I стал султаном именно в этой местности и состоялось второе сражение на Косовом поле в 1448 году. Вот такая ирония судьбы. Мурад II предложил Янушу Хюниади мир, но предложение было отвергнуто, а очень зря. Поскольку армия Януша была разбита, сам он бежал, попал в плен к сербам. Свидетелем и участником этой битвы был и сын Мурада II, Мехмед II. После блестящей победы Мураду II предложили выдать его врага Януша за хорошее вознаграждение, но Мурад II не желал участвовать в этих играх и на предложение ответил отказом. В 1450 году Мурад II вернулся к вопросу Албании, осаждал Крую, но осада в несколько месяцев не увенчалась успехом и было принято решение отступить, поскольку в армии также начались проблемы со снабжением. Мурад II, как и его предки, заключал много политических браков, одним из которых стал брак его сына Мехмеда II с дочерью Сулеймана Бея из рода Дурк-Дулкадыр-Оулары. Свадьба состоялась в конце 1450 года, а свадебные торжества длились около трех месяцев. Мурад II таким образом хотел укрепить свою власть в анатолийских землях. В начале 1451 года Мурад II отдыхал от свадебных мероприятий в кругу своего близкого окружения. Внезапно он почувствовал себя плохо и через три дня умер. Версий о причине смерти много, от эпилептического припадка до инсульта. Мурад II завещал похоронить его рядом с его любимым сыном в городе Бурса. Позже на месте его захоронения было построено тюрбе, такое, как он завещал. Если вы обратите внимание, то в самом тюрбе в крыше присутствуют отверстия, через которые лучи солнца и капли дождя попадают на могилу Мурада II. Сделано это было не просто так, а являлось частью завещания самого Мурада II. Вклад Мурада II в развитие Османской империи огромен. Именно во время его почти 30-летнего правления империя смогла оправиться от событий 1402 года и восстановить свои территории. Мурад II покровительствовал искусством, строил много мечетей, дворцов и так далее, но это не помешало ему вернуть территории империи, усовершенствовать организацию в армии и янычарском корпусе. Истории Мурад II заполнился как великий и победоносный. Он оставил своему сыну Мехмеду II сильное государство, что дало возможность его расширять и укреплять во время правления Мехмеда II. Но это уже совсем другая история, о которой мы с вами поговорим в следующем нашем видео из этой серии. Благодарим всех, кто оставался с нами. Если вам понравилось наше видео, не забудьте поддержать нас своими лайками и подпиской. Всем хорошего дня!